Всем привет! С вами канал Готовим Дома! И сегодня готовим вот такой замечательный супчик с сырными шариками. Очень вкусный! Попробовав его один раз, я в него просто влюбилась. Теперь готовлю очень часто. Присоединяйтесь ко мне, давайте будем готовить вместе. Вот такие продукты мне сегодня понадобятся для приготовления. Готовить такой супчик можно просто на воде, но я готовлю иначе. Я заранее отвариваю бульон, в принципе из любого мяса, и готовлю супчик на бульоне. В готовый суп я добавляю мясо, на котором я варила бульон. В первую очередь я подготовлю тесто для сырных шариков. Для этого сыр патронок крупной терки. Добавлю зелень, яйцо и мягкое сливочное масло. Все смешаю. Теперь добавляем муку, хорошенько перемешаю и соберу в один комок. Тесто у меня готово. Теперь я уберу его в мешочек, пусть оно пока отдохнет, а мы подготовим овощи. Кубиком нарезаем лук. Сладкий перец. Морковь я нарезаю соломкой, либо просто тру ее на терке для корейской моркови. Несколько раз прохожусь ножом, чтобы полосочки были короче. Помидоры я нарезаю небольшим копиком, а картофель режьте, как обычно вы режете на суп. Ставлю кастрюльку на огонь и разогреваю в ней небольшое количество растительного масла. Отправляю сюда лук и слегка его обжарю. Вот буквально чуть-чуть, практически сразу же я добавляю морковь и сладкий перец. Буду обжаривать все вместе буквально 2-3 минуты. Теперь добавляю помидоры, хорошо перемешиваю, закрываю крышкой и немного потушу все овощи на среднем огне. Теперь вливаем бульон и доводим до кипения. Добавляю картофель и буду варить практически до его готовности. Картофель должен быть слегка сыроват. Пока варится картофель, из теста я формирую маленькие шарики. Картофель практически готов и теперь отправляем в сырные шарики. Будем варить примерно 5 минут. Добавляем соль по вкусу и любимые специи. У меня здесь черный молотый перец, сушеный базилик и немного смеси приправ для мяса. Мясо, на котором у меня варился бульон, я отделила от кости и добавляю в готовый супчик. В завершение добавляю чеснок, пропущенный через пресс. Аромат стоит уже просто потрясающий. И рубленную зелень. Все, закрываю крышкой, даю супчику настояться, выключаю огонь. Супчик получается просто великолепный. Советую вам тоже его приготовить, если еще не готовили. Я уверена, что вам он тоже очень понравится. Я в этот супчик просто влюблена. Ставьте лайки, если понравился рецепт и пишите ваши комментарии и отзывы. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые выпуски. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok